Бросайте! Нахрен все, все бросили. Час времени, потому что ушки на макушке, глаза просто вот такие, да? Потому что я в лес Казани. Это компания, которая известна вообще всей России. Все монтажники затариваются именно здесь. Но нахожусь я, соответственно, если лес Казань, значит в Казани. Знакомимся с человеком, который будет вести экскурсию по этому громаднейшему магазину, где есть и дерево, и бани, и отделка бани. Кто-то экскурсовод велик. Меня зовут Эмиль, компания Лес Казань. Это наш магазин, шоурум. Все в одном месте. Пойдемте покажу вам наши экспозиции, что мы вообще перестарываем. Первая экспозиция – это самая классическая экспозиция, сделанная из липы, термоосины. Также висит наживевое панно, некие декоративные веники и элементы. За основу во всех экспозициях у нас стоят электрические печи. А здесь Харви? Да, Харви цилиндра, потому что дровяной нет возможности вместить в такую экспозицию. Это самая базовая, так называется, эконом-вариант. Это эконом-вариант? Это эконом-вариант. Ну а что тут? Ну смотри, на полках липа стандартная. Обрамление термоосина идет. И также отделка внутренняя тоже липой. Самая базовая. Даже дорого-богато выглядят, наверняка и дорого стоят. Не может за дешево стоить то, что дорого выглядят. Не может. Все по карману человека. Смотрите, как ценники сделаны. Интересно. Это с помощью чего? Пластиковое или деревянное нанесение под каждый ценник? Да, да. Это вверх у нее пластик получается, и потом уже нанесение идет. Но они уже не актуальны, так что можно не обращать на них внимания. За основу вообще во всех проектах мы используем дверки от Дурвуда. Самые популярные дверки в наше время. Раз, два, три. Основная серия. Алюминий, ручка, дерево. С одной стороны алюминий, с другой дерево. Восьмерка стекло, каленый. Наш стенд с материалами. Один из стендов. Ассортимент у нас очень немаленький. Поехали смотреть, что есть. Горбыль, лиственница с корой. Сорт А, Б. Необрезная, карагач. 22 мм. Карагач без коры. Лиственница. Необрезная. Еще необрезная. Еще полубревно. Еще. Слушайте, если я буду перечислять, что тут есть, то это просто займет час, наверное, только просто. Ходить, перечислять. Поэтому просто показываю. А вы, если что-то заинтересовало, всегда можете поставить на паузу и посмотреть внимательно, какой ассортимент предлагается. Я еще раз начну с того, с чего начал ролик говорить. Вот этот магазин, его используют вообще все монтажники. Он известен всем, кто на профессиональной основе занимается отделкой парны. Очень много у нас материалов именно термообработанного, если ты заметил. Например, термоосина широкая, 120 мм. Также есть пошире вариант, это повыше, вот, 140 мм. И узкий вариант сочетается с ней, это вот, 58 мм. Вы откуда все столько дерева-то берете? Со всей России потихонечку? И не только. У нас есть также экзотика, это новозеландская термососна, Pino Premium, либо терморадиата. Три наименованиям материала. Вот, можешь еще дальше показать термо-де-фрейк. Канадский кедр, естественно, но он уже подальше у нас. Настатки, наверное, или еще есть? Есть еще в России канадский кедр. Поставки все так же идут, канадского кедра. Наверное, как через границу переправляется на... Ну, разными путями. Ну, последний раз, вот, через Шанхай нам вез поставщики. Через Шанхай. Поэтому и дорого стоит. Брус разный, строганная доска. Брус, строганная доска, обязательно камера сушки на каркас. А у вас своя сушка или вы заказываете сушку? У нас есть свое производство, есть своя столярка, также мы каркасными и модульными баньницами имеем. Общий комплекс. Офигеть. Пойдем туда, пройдем пока. Тут можно пройти, а тут что за дерево лежит? Это образцы для монтажников, то есть нужно, например, монтажнику понять там, либо предложить по материалу что-то. Мы ему высылаем коробочку образцов по 30 сантиметров. Вообще в целом хватает понять, что из себя материал представляет. Лампы тоже свое производство? Нет. Это московская фирма Woodlet. Ух ты, посмотрите, как решение с потолком. То есть это USB, которое покрашено в темный цвет и на трубах, которые тоже изначально светлые, пластиковые, видите, они тоже покрашены в темно-синий и прямо незаметно все вот это, а выглядит стильно лофтно. Раз! В разрезе печь ферингер. Ну, до печей мы еще доберемся. Ну, вот прямо человек, клиент, который садится, вот сразу его можно рассказать, показать, почему нужно ферингер брать. Светодиодная лента тоже присутствует в продаже. Орлайт. Это стандарт, про который говорят большинство монтажников, что используем только Орлайт. У вас есть Орлайт в полном ассортименте? Да, блоки, диммеры, все. Я вообще слышу такую историю, то, что Орлайт и СВГ, это, они вот друг другом стоят, вот рядышком вообще совсем. Два заводика. И просто выпускают светодиодки под разными брендами. Но я не знаю, правда, не правда. А теперь, я тоже не знаю. Теперь посмотрите, какая роскошь. Здесь, по-моему, использовано какое-то огромное количество но тут ассортимент, ассортимент прям для весенны. Это один только можжевельник? Нет, тут не только можжевельник. Тут яблони, вишня, черешня, что там только нету, короче. Вот это для монтажников образцы, правильно? Да, да. Очень много разных позиций, эксклюзивных позиций. Это я так творчеством занимаюсь. И правильно. Лампы ваши? Тоже нет. Умельцы делают. А вы продаете? А мы продаем. Они делают, вы наживаете. Все правильно. скажите, как... Вот сюда мы зайдем наверное в самый последний момент. А прям походу, что вау, там еще банных печей на валах. Мы сначала по магазину по деревянному пройдемся. Офигительно. Офигительно. Это же вулкс. Да. Но это вообще только малая часть того, что предложить можно вообще. Что здесь? Что в этом углу? Лиственница. Это лиственница, да? Ну, фаста на отделку. Лиственница. Да, да. В разных вариантов. Вагонка, планкен разный. Все варианты лиственницы, которые только можно себе представить. Ширина, сорт, профиль. Название сайта я продам, если ты тебе продам, зрителю, если ты позолотишь ручку. Шутка, конечно, снизу все есть. С соцсети, как обычно, все снизу. И цены, естественно. Здесь на печной угол, правильно? Да, облицовочная плитка. За основу на этом стенде это только магнезит. Так. Феликсинеет, изменит. Опять дерево. Здесь я вижу ольха. Да. Но это, опять же, не вообще полный ассортимент по ольхе. Это лишь малая часть. Но охренительно. И это тоже ольха. Тут уже идут нащельники, уголочки. Маленький такой уголок. Просьба не ругаться, манит. Да. Я даже не знаю, что это такое. Я просто показываю. Честно, для меня это все плинтуса. Нащельник, уголочек. Сколько профилей-то разных. Ну да, ширина тоже будет разная. У уголка, у плинтуса, нащельник, расклад. И где вообще такое? Часть дерева лежит на знаменитой печи. Технолит. Это ГФС. 25-й. И рядом монумент, монумент, две монументальные печи. Вот и вот тоже ГФС. и рядом тоже тяжелая артиллерия, атмосфера, толстые облицовки и феринги. Вернемся тоже в облицовке. Да, периксенит, прошу заметить. Дорого. Здесь сосна, насколько я могу прочитать. Опять же, разная ширина, профиль, срощенная, цельная, сучками, без сучков. Евро, штиль, имитация бруса, планкин речный, блокхаус, планкин косой. Блин, прям с тобой можно какой-то язык этот монтажный чистый. Это термоабаш, африканская древесина. Вау. Вот особое внимание, да, на этот материал, это фактурный горбыль, который делается, вот эта фактура делается вручную. Да. То есть, человек стоит, ковыряется в ней, а потом все вручную. Ковыряется он. Он делает, он творит. Ручным инструментом фигарит. Он творит. Да. И трапики тоже. Трапики, да. Опять же, из разных пород древесины. Ох, чаша, корня, как там ее. Дубовый комик. Так, чтобы не пройти вот этого, что, блин, ни хрена себе вот это нашлифовали. Что это за термодерево? Это вот, новозеландская термосососна, пенопремия, терморадиатор. Дорого. Тут вместо голой женщины сегодня тоже вопрос. Всего тут и липа с лыком моя любимая. Чего только нету вообще. Чего только нету. Пипец! Но это не для бани, да, вот это вот все? Ну, почему применяет? Нет, вау, дай-ка говорю. Офигительно, ребятки. Вот это вот, я знаю, как делать. Угольная. Угольная древесина, да. Сколько стоит? Не помнишь? Квадрат у нее нынче 15 тысяч квадрат. 15 тысяч рублей за квадрат. Как сделать? Раскрываю секрет. Берется, значит, просто дерево, берется горелка, желательно большущая, но и маленькая тоже пойдет. И вот так вот себя проходят с горелкой. Потом шкуркой. И потом в масло закатывается. Здесь не в масло закатано, здесь в что-то другое закатано. Но, короче, смысл тот. Можешь сам сделать, сэкономить. Вот. Если ты конкретно шкуркой прямо пройдешься, а не в уголь запечешь, то у тебя выйдет вот что-то вот такое, ну, еще брашировка включена, то есть брашировочником. А вот тут офигительное сочетание, когда ты вот так вот делаешь, а потом еще маслом, вот это уже точно масло, с колорантом, то есть добавляешь колер, к примеру, живется, красный цвет выйдет вот так вот пафосно. Ну, а вот это, это вообще вид искусства, потому что здесь вот такие вот еще выемки мастер сделал. Вот это вот, наверное, дороже всего стоит, потому что здесь конкретно заморочиться надо. Брашированный зум, еще. Смотрите, колорант не только красный используют, но и вкрапление синего колоранта. Ну, и вот, ну, это прямо роскошно. Обращаем внимание сюда. Термомурос. Я снимал их и баню снимал. Это такие специальные панели, которые делают в Москве. И используют эти панели широченные в отделке внутри парной. Вещь охренительная, не лопается, ничего с ней не бывает. Прямо рекомендую. Но денег стоит прору. Прямо вообще пипец он денег стоит. Что здесь? Хвоя, хвоя. Напольное покрытие из хвои. А этот уже стенд, это все из алтайского кедра. Алтайский настоящий кедр. Опять же, в разных профилях, ширине, сорте. Если не трудно, сейчас мы покажем, чем отличается новозеландская термососна. От кедра, который тоже является сосной. Где у нас термированный? А, термированный кедр? Нет, здесь термированный кедр нет. Здесь столько светлой, нетермированный. Ну ладно, тогда может найдем же еще нетермированный. Нет, ты имеешь в виду канадский кедр? Нет, нашу. Термокедр. Наш кедр. Термокедра у нас нету. Нету. Да. Я тебе потом скажу, где я. Понял, давай дальше пойдем. Дальше пойдем. Значит, про пищки мы рассказали. Сейчас, погоди, еще дойдем до этой стороны. А вот эта вот красота, что такое? Это же не полокон, тонкий. Нет, это вагонка. Это вагонка называется? Да, да. Просто в профиль волна, то что каждая вагонка имеет не стандартную ширину, а вот именно такую разнобойку. То есть соединение идет вот через это. Ну, шип-пасс. Вагонка вся, да, шип-пасс, но она вся кривая и соединяется в единое. Называется вагонка-волна. Здесь термохлоя. Да. Финляндия написано. Ох, шикарно. Что? Просто роскошно. Темными разводами это что? Стрелая. Соль. Стенд снималась к солью. Тоже у нас ее достаточно. Карина. Карина электрическая. Да. Ух, йоу, йоу, липа, ясень, термодуб, келла. А келла натуральная или ездить по Твери и старые дома нет, 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 ну, производитель говорит натурально. То есть, мы верим всегда производителю. Да, скедр алтайский. Ох, ольха тесненная. Вот ольха тесненная очень интересно выглядит, кстати. Да, это не караед поел, это вручную. да, через станок. горбыль шпунтованный, ольха с горой, липа с лыком шпунтованная. Откуда вы берете липу с лыком? Это блевно даже есть. Кипец. Краснодарский край? Нет, нет, это последний раз мы брали ее, Краснодарского края, да, последний раз. А так, за основу, кто откуда предлагает. Вот люди, которые все, все вывезли из Краснодарского края, всю липу с лыком. Теперь там одна ольха осталась. Вот, любуйтесь. Эх, а с другой стороны, что я вздыхаю? Все же можно купить, взял, позвонил, на сайт зашел. Уй, вот это дорого, это даже, ребята, смотреть не будем. Это Келла. Выглядит, конечно, как старая изба, но Тенекста, наверное, самое дорогое дерево, не считая, импортного, из наших деревьев. Так, вот, и переворачиваемся вот сюда, где лежат вот эти вот образцы. Как вы заметили, они лежат аж в трех-четырех местах, значит, на них делается упор, чтобы монтажник мимо не прошел. Это значит, что вот у этого дерева одна из самых высоких маржинальностей. В магазине каждый сантиметр на счету. Поэтому кладут это все неспроста, чтобы глаз не поднимать. Нет, на самом деле, я клал ее с целью того, чтобы люди посмотрели, ну, когда ты заходишь в магазин дерева и видишь, что на горбале вообще есть такая фактура. Да, 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 я, я, я против, что ли? Я, ребят, только за. Тут прорезь небольшая, мы видим штучку, которая меняет яркость цвета, цветовой гаммы, потому что здесь офигеть, какие пипец, дорогущие вещи использованные. это звездное небо, скорее всего, кари-итити. Вот этот термометр с гигрометром, который российская промышленность не может освоить, то есть взять два листочка нержавейки, засунуть в герметичные пластиковые стаканчики и провести туда две светодиодных небольших лампочки. И поэтому вот эта вот вещь, она через Казахстан везется сюда и стоит, ну, примерно, как, дороже, чем бушная лада 9 на совет. Ну, билет в Таиланд, короче. Да, как билет в Таиланд. Веники расположены на роскошной естественной вещи, которая доступна рядовому покупателю в любом банном магазине. Это Улсом. А вот эта вот вещь, вижу, рисунок очень красиво составлен. Посмотрите, хора одного цвета, белая полоса, белая полоса, темная сердцевина, еще так шиф. Чух-чух. В общем, мастера красавчики. И тело твое упокоится на широченном слэбе. А из чего такой широченный макерный слэб? Кедр. Ох. И под полком, там, где у обычных людей листва и тазики лежат слэбы чего? Крабяще? Нет. Это сибирский можжевельник. Это можжевельник огромный? Это Туя. Ох. Пипец. А вот это кто? Тоже можжевельник. Вот кто красную книгу в магазин себе снес. Ну и правильно. Павах. Неужели это грилд? Та самая знаменитая печка, Та самая знаменитая кирпичная печка. В той самой облицовке под старинный кирпич. Да. И посмотрите, вот облицовка под старинный кирпич под печью. То есть клиент зашел, посмотрел, в одном случае он увидел срез печи Феррингер, в другом случае он увидел вот все в облицовке, а третьем случаем, грубо говоря, увидел свою баню. Ну, принципиально. это очень даже здорово. Соляная глыба. Чтобы кормить лусей, зачем такая нужна? Массивная, классно выглядит. В бассейн бросать? Да. Ну, понятное дело, что в бане ее не особо идея есть стоять, в сауну можно поставить. Просто элемент декора? Да, не больше. Ну, и есть уж в ней тоже свои полезные микроэлементы в любом случае. Слушай, а царскими вениками такими вы промышляете или это просто элемент декора в магазине промышляем. Промышляем. Все верно. То есть и вот этими делами тоже промышляем. И пиксовыми, вениками, и дубовыми. Но это больше как человеку надо, он за что купил и все. Не так то, что прям основная направленность какая-то. поднимаем камера. наверх. Наверху роскошные светильники. Вот такие я очень часто вижу в бане. Делают наверняка как вы-то прям вот индивидуальный предприниматель в промышленных масштабах. Еще наверх. Видим горбыль ясень с корой сорта Б. Еще ясень. Опять мы натыкаемся. На что натыкались. Ну, вещь хорошая, я считаю, если еще раз увидим, обязательно тоже обращу внимание, что это тупец красота. Шпунтованное и пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Панно из трав. Притом не как обычно маленькое, а наверное ну где-то два метра на два или полтора на полтора. То, что такое продаете? Да, да. Все то, что продается мы продаем. То есть то, что мы видим в магазине можно купить. То есть это не элемент дизайна. Ну, в большей степени. нож, кроме лампочек. да. И видеокамер. Трехпетельная дверь. Открываем. Видим тила, скорее всего, печик. Могу ошибаться? Все верно. Тила. Над ней висит соляная чаша. Это, конечно, дело не айс, поэтому есть вот такой вот вариант ее в сторону отодвинуть, чтобы, если будет скапывать соль, чтобы она мимо печит подол. Отличная облицовка. Еще соль. Пипец дорогущая. Если вот мы видели термометр с гигрометром, который стоит как девятина бушная, то вот это уже стоит как более современная лада-калина. это тоже кредитит, тоже наша промышленность пока не может освоить, сделать пластиковое ведерко, вставку вот такую, но не просто вставка вот такую, а вот еще чтобы была подсветочка. Пока не умеем, ждем, ждем, когда получится. кстати, на просторах интернета я нашел кто делает подобное. Кто? Я честно просто увидел и забыл контакт взять. Просто забыл. А где хоть видел? На Азоне, на Авито? На Авито? Да. Прямо один в один и с подсветкой. И с подсветкой. Все. Если кто знает, кто делает такое, напишите в комментариях, я к нему съезжу, обязательно сниму. Ну, термометры Sawa, они недорогие, то есть, но зато они очень стильные, то есть, используется камень натуральный, который установлен в дерево. А внутри, ну, внутри все то же самое, что и у китайских, на мой взгляд, термометров Дегрометов. Я его вскрывал, смотрел. А вот подсветка здесь, прям вот, смотрите, не лента, а точка. Еще звездное небо. И все это стоит, конечно, конских денег, кроме светильников. Красота. Без чего вся парная, какое дело. Отделка стен и потолка это канадский кедр, пестрый. А полки и под спинник это уже термобаш. Ну, ее мы будем скоро переделывать, так что будет обновление. А тут линолеум. Все верно. Смотрим на пол, посмотрите, во-первых, имитация парной, зашибись, когда у тебя, ну, вот вариант плитки нету, есть вариант только линолеума. Линолеум, и первый раз, уже пройдя достаточно многое, заметил, что весь пол здесь линолеум, стилизованный под дерево. Охренительно. То есть, здесь дерево, тут дерево, там дерево. Мотайте на ус те, у кого есть свой магазин. Притом, линолеум, видать, непростой, потому что у него и печки таскают, а его состояние прям вот он не рвется. Заходим. Пойдем дальше. Тут, ребята, пипец, я таких вещей не видел. Начинаем просто рассматривать, как это сделано на штапиках. Это все индивидуальные предприниматели вам свозят. Правильно? Все верно. есть также Вудсон. Есть Вудсон. Да. Есть Индидор. Это уже в нашем столярном цеху делают. Мастера, мастера. Блин, премиум, всем от меня выпишите по пять тысяч. Обязательно. Обязательно. Очень умеют делать. Абажуров у нас очень много. Пипец. На вкус и цвет. Посмотрите, с прозрачным стеклом. Я не очень знаю, зачем нужно прозрачное стекло. Наверное, там, где какая-то общественная парная и мало источников света. Но вот это очень... Но самое то, что здесь висит, мажористый, это вот этот. Прямо мастеру можно от меня и всю десятку премию дать. За ваш счет. Вот это вообще очень интересная вещь. Посмотрите, это лист алюминия, скорее всего, ну, не лист, а алюминиевая направляющая, на которые надеты рейки из терморейки. И они все составляют абажур. То есть, он мягкий, принимает нужную форму. Вот так вот. То есть, мне это вообще очень нравится. Ну, вот такое. Это более стандартное. Это вообще стандартное. Это вообще стандартное. А это относительно стандартное. стандарт для любого пачечного магазина. Это Вудсен. Ребята, дорого, богато, стильно, красиво. Но вот такой вот эксклюзив я только у вас видел. Для самодельного творчества. Ну, по красоте. Здесь двери, смотрите, они расположены на рельсах. Взял, выглянул одним пальцем и посмотрел, нравится такая дверь или не нравится. По красоте. А сейчас зайдем в процедурный кабинет и сразу в процедурном кабинете мы офигеем. Не от красоты, а от роскоши. Вот такого не видели отцы. Никто не видел. То есть это ствол тонкого дерева, выдолбленный, отшлифованный и внутрь него засунута лампа. А хочу тебя удивить, это светильники от тайла. Это светильники от тайла? Я таких ой, куда мы зашли, пошли отсюда. Это слишком дорого, то, что я здесь вижу. Это лоникс, что ли? Ну да. Пипец. Вот это господа дамы, кто получает зарплату среднестатистического россиянина, ну лет пять вам работать на нее, клянусь. Запах тут невероятно офигительно мистический, тантрический. Снимай, снимай, посмотрим, ничего внутри. Да. Ну, казалось бы, ничего такого. Козырная вещь. Но почему-то у нас такого сделать не могут. Ну, либо никто не хочет. Либо никто не хочет просто. Не понимает, вот сейчас увидит красоту, все осознает. Кстати, возможно. Причем, они стоят, я тебе скажу, так нехило. Естественно, это импортное. Да. Из-за того, что здесь какое-то титаническое количество можжевельника, здесь запах даже вот пробивает человек с коронавирусом больше. Ну, так как вся баня белая, она в белом цвете сделана, то и семной подголовник белого цвета, а не BlackBanny, как обычно, принято. BlackBanny у нас тоже есть? Тоже есть BlackBanny. Керамические фарфоровые шары в какой-то тули-киви, которую я никогда не видел. Серьезно? Да. Это термо... Ой, холодная какая. Это термо... Это керамики. Бетон какой? Керамики. А что же россияне-то не делают керамикой? У нас этих шаров, как старых веников в Забане, это же обычные трансформаторы. Вот казалось бы тоже тены и керамики. Тены и керамики. А денег стоит как ракета какая-то. Я вообще не понимаю, почему у нас нету вот именно в нашем направлении людей, которые просто... Стиль умеют. Да? Она еще что ли... А, нет. Это просто съемные блоки. Блок снимаешь, потом следующий, и все, сборка закончена. Вот и облицовка все. Офигеть. Ну, вот это... Это же не альфа-сауна? Или это альфа-сауна? Или это торгующая? Это не альфа-сауна, это что-то другое. Это кола. Да, шведы. Стоит, значит, космос, не как альфа-сауна. А кто вот это вот все изгибы сложнейшее делал? Нашей столярной мастерской. Это все наша столярка. Респект вам, парни, наверняка можете респектуруем. Сава, Сава. О, еще один светильник, который я не видел. Это очень длинный. Выглядит как поручень, только огромный поручень. Дизайнерский светильник. А внутри светодиодка. Тоже ваши мастера? Да, тоже, казалось бы, вот у тебя остался полок. Зачем его кидывать? Сделал в нем прорезь, светодиодку пустил. Вот тебе, пожалуйста, осветение парны. Это же Вудсен, елки, по-моему. Темная соль, прикол. Вот все, что используется в бане, все, есть всякие эти бронзовые штучки, дрюшки, зеркала красивые, еще, еще, еще. Посмотрим, что есть. Есть ИПшники, есть Вудсен, есть Премио. Ого-го! У Премио огромный ассортимент, это в Питере занимаются этими делами, очень хорошие вещи, но дорогие. Харви, очень хорошая вещь, но дорогая Тила. Да, слушай, про все можно сказать, что очень хорошая вещь, но очень дорогая. Все тоже хорошая, очень дорогая. А где всякие банные штучки, вот это, добра, у нас нет. Понятно. Это у нас, это тульки, вестив, по-моему, дистрибутируют и видим роскошь. Смотрите, это, насколько я понимаю, можжевельник, который распущен, вот у него сердцевина темная, две стороны белая, то есть, это веточки можжевельника, которые на основе вот так вот делаются и прямо по кайфу выходят. Ох, ух, такого я вообще нигде не видал. Посмотрите, это импортная вещь, шапки прочь. Куштун. Это можжевельник, который, нет, если можжевельник, может быть и наша. На сеточку из какой-то тончайшей нити может гитарная струна, можжевеловые шарики привешены. Это что за куштун? Наш кто-то или импортный? Наш. Наш? Да. И пьется, а выглядит как импортный. Вот я этот идолопоклонник всего иностранного напишу. Да, оно так и есть, так и есть. Россия, можжевельник универсальный, универсальный и оригинального изготовления можжевельник кора называется. Ну, такие абажуры можно сделать вообще любого дизайна. Да, у меня на канале есть видео о том, как делать своими руками из бревна. Делается из бревна. Да. Вот такую вот вещь красивую. Или вот такую красивую или такую. А вот и Бэкбани. Но прежде чем мы посмотрим Бэкбани, мы посмотрим вот этот светильник. Он бревно и высокий. Тоже из бревна, кстати. Тоже из бревна. Охренеть. Дизайн можно выполнить вообще какую угодно. Главное, что фантазия была. Это же Бентвуд. Это же Бентвудракурина. Ну, а теперь посмотрим, что Бог послал нам сегодня. Иншалла. Машалла, это же Блэкбани. О, Астагу Ферллах. Вудсон. Еще Вудсон. Еще Вудсон. Красота. На любой вкус можно пощупать, понять, чем один производитель отличается другой, выбрать тот, какой по кайфу. Респект, почет уважуха. А это что за уголки крашеные? Это фальшбалки? Фальшбалки? Да. Очень часто используются в проектах наших. Ну, опять же, можно выбрать любое сечение, окраску, можно забрашировать при желании. Традиционные абажуры с солью. О, на все классика, я ничего не могу сказать. Единственное, которое мне больше всех понравилось, это вот Луциновский темный, с темной солью. ну, классика. Разворачиваемся, смотрите, в индивидуальном коробе стоят индивидуальные шайки. Это, наверное, Луцин, судя по цвету. Это тоже Луцин, это похоже на Луцин, и это тоже на него. Так, дальше, вот это, наверное, вот ряд Луцин. Это все Луцин, Это ряд Сава, и это ряд Бентл. Бентл, из всего этого я даже могу вам рейтинг сказать по долговечности. Бентл, номер один, специальная покраска, специальный лак, запатентованный, никто не знает, какой бабла они в химический институт отстегнули, просто вот привезли на Жигуле в багажнике, и делают такие вещи, которые из дерева, которые прямо вековечны. На втором месте стоит Луцин, это естественно, это тоже вещи долговечные. Ну, а то, что не обработанное, не промасленное, не пролаченное, ну, такое себе зависит от вентиляции в твоей бане, а раз слово баня, black style баня, с какими-то, как у Дениса, корнево решениями, я первый раз видел у него это, а именно пол либо с белым кварцем, либо с солью, ну, нет, у него белый кварц, по-моему, был, и глыбы, вот они, глыбы, где используются. Пол, это уже здесь трапики лежат, эргономичный под спинник, вот эти светильники есть в Китае, а есть, по-моему, у Хары. Печь здесь стоит, сам генс или саундженс, соляное панно, и я уже, по-моему, стал разбираться в дереве, это самое дорогое иностранное сосна. терморадиация, пенопремиум, новозеландская термососна. И это тоже термососна. Да? Все тут из новозеландской термососна. Фигня, вот это фигня, я не понимаю, за что деньги получено. То есть, мне дизайн, ну, понимаешь, что дорого, но можно красивее, то есть, и наше термированное дерево выглядит не хуже. это я обычно сейчас зачитал в комментарии, когда я снимаю про термин сосна, новозеландскую, там прям пишут, да и наши тоже. Я не то, что подпендосник, хотя, ну, в принципе, национальный предатель в какой-то степени, как и многие, да, но это дорого-богато, дорого-богато. Фонтов это прямо можно накидать выше крыши. То есть, если ты человек неженатый, водишь к себе на дачу женщин чересчур роскошных, то они очень сильно удивляться и будут тебя по лысой голове наглаживать, говорить, какой ты папик у меня хажил рожей, какой пригожий как ты жизни раскурил прямо до бычка. Охренеть! Это прямо дорого-богато, стильно, невероятно. Но рекламу не будем делать этому дереву. Мы сегодня рекламируем совершенно другое дерево. Я надеюсь, мы его еще увидим. Повторять не буду. Шляпы! Шляпы, да. Овчина. Это вот сон. Это можно отличить любую шляпу по логотипу. А овчина чая тоже местные, казанские? Местные казанские. Штанг тонковато. Это мне банщики научили, надо, чтобы максимум больше было для бани. Но это прямо для профессионалов, кто любит попариться. Зачастую же у нас все любители и такой тоже подойдет. Мунашеское облачение в стиле не знаю, в стиле кого? А, ну это же вуциновский колл. Это вуциновский, да. Пожалуйста. Оригинал. Не подделка, ладно. Не подделка. Еще светильник вуциновский. Ой, залежи шапок вуциновских. И не только шапок. Переворачиваемся. Светильники САВА. Ой, тьфу, светильники. Блин, зарапортовался. Термогигрометры. Термометры и гигрометры банной станции. Различные типа декор. Декор. Ну и вот те, кто ребятки в магазинах покупает Альфа-Сауну, вы увидите то, что разницы практически нету, кроме как в ценнике. Неужели это сам теплов и сухо в ковшик? они недавно же начали медь выпускать. Вот мы как раз таки... А, нет, все верно. Тест, это я отличал. Да, 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 да. Значит, я перепутал. Рента. И мой любимый ковш. Мечтаю сделать сам такой же какой-то. Посмотрите, это САВА-КОВШ, который можно просто поставить на пол. Когда-нибудь руки у меня дойдут, чтобы подумать, как сделать из конца Наваева. Понимаю вот эти оптимальные. рисунки они наносятся фрезерным станком? Хрен с ними с рисунками. Ты посмотри, как он стоит. все. Вот это вот все. То есть ты фиганул в печку, сделал подливу, да? Ну, сделал подливу и просто поставил. Да, да. Если не хватает, если будете покупать этот ковш, сделайте ручку под свою ногу, то есть чтобы ты взял ее дальше, дальше. Но вот эта часть идеальна. Продумано. Да. Поставим назад для красоты. Премиум. Вроде выглядит как обычный светильник, но по факту это премиум, ребята. Тут все премиум. И кнопочки от... Слушай, а вы паркновки продаете, нет? Нет. Нет. И вообще паркновки не продаете. Автоподача ты имеешь в виду? Да. Мы делаем в своих проектах, да? А, так в магазине? Так в магазине нет, я не представлю. Где она? Ну, она у нас будет на ушел уровня. Это я нажал и там говорим? Нет, это у нас рации стоят заряжаются в этом шкафу. Это подсобный шкаф. Я на Гену из Канзера привезли. Короче, я скажу, где паркновки купить, вы все знаете, это по-моему моя баня продает или своя баня. Ну, в общем, там есть у нас ребят, которые прямо коробочные варианты предлагают. Да и не только они. Так, здесь у нас термометр, гигрометр опять же и крутилки, часы для тех, кто не может без времени в бане. Пожалуйста, стулья. И здесь опять шайки, ушата кармия и потом в усы. Направляемся мы сквозь дверь. Сейчас вот эта дверь обожженная, роскошная, слишком роскошная. Направляемся в баню. Тут можно крутить, крутилк, свет добавлять, убавлять, конечно же, делать мы это не будем. и здесь стоит самая интересная, если бы у меня была электрическая баня, ну, нет, электросауна, я бы искал вот эту печь. Опять же, россияне ее еще не научились сделать, только Руст, иди в баню, один раз сделал такую печь. Посмотрите, в чем цимис. Внутри стоят электротемы, а камни на сквозь просверлены, это только хлорид просверленный и надеты вот на такие штыри. Опа. Это даже габродиабаз. Габродиабаз, да. То, что только хлорид. Пока не научились. Внутри просто тены стоят. Ну, надеюсь, научимся. Аж двойная. Это, наверное, премио. Если двойная, значит премио. Нет, это наш сотрудник делает. Ваш сотрудник делает. Премием 500 рублей. Не 5500, тоже хорошо. 3D паном уже веловая. Внутри лента специальная. Пипец. Так. Наши тоже такое не научились еще делать. Нет, это наше дело. Все. Из нас предателя я стал патриотом, когда увидел эту вещь. Наконец-то охренительный светильник. Как сделано? Можно же там пузырить? Нет. Он не на чопик. Там светодиодка так же? Светодиодка и пластиковая. Смотрите, это пластиковая какая-то вставка, а внутри светодиодка. Ну, здесь вот все залито этим эпоксидкой. Блин, охренеть. Очень стильно. То есть, свет идет и отсюда слегонца, и отсюда не слегонца, прямо нормально так идет. Причем, ты знаешь тех, кто это делает? Вот там написано. На том. Премио! Да, нет, премио это в Финляндии. Нет. Это наши научились вот так вот делать. Да. Прямо вот подсветку под нанесенный на пластик фрезой и чтоб твой термометр было видно в темноте. Не верю. Надо упаковку смотреть. Давай найдем упаковку премиум. Если увидим. Мне кажется, там будет надпись Madden Finland. Уже очень больно круто. Не знаю. И здесь подсветка. Не могу сказать. Сейчас мы увидим. увидим. Так. Дверь здесь прямо шикарная. Некоторые двери используют роскошные ручки, а другие используют стильные. Надо Утсона взять на бутылку что ли. Прямо куда не взгляни в эти мартовские дни. Все вокруг Утсона пользуются одним. Вещь. Вот эта вещь дорогущая. Ее в монтажном принял. Кто-то принял что-то. Еще давайте мы сегодня больше подстар... Я постараюсь не акцентировать на Утсоне внимания больше сегодня. Все хватит. скажет. Пытается на 212F. Вот хорошие вещи китайские. Настоящие недорогие. Мало чем отличаются от финских. Потому что внутренности у них у всех одинаковые служинки. Выглядят стивно. Красивые заслонки, задвижки. и ряд ковшей. Что мы видим? Один из моих любимых ковшей, если бы я был автомобилистом, всем автомобилистам всегда навязчиво, настойчиво говорю, ребята, покупайте ковши. Из всех этих ковшей вот эту модель берите. Она короткая, ручка уплатистая, вот эта самая тяжелая чашечка. гаец остановит, скажешь, я еду в баню. В багажнике веники сам посмотри, а вот это прямо держи на сиденье на переднем. Время сейчас такое наступает, что непонятное. Вот. Такое я видел. Очень легкий ковш из этой самой термофанеры гнутой. Сити вот. Новенькие на рынке вроде как. нет, я увидел год три назад. Похоже на рустовые ковши. Особо по ценнику похоже. Толстая рукоятка. Это они есть. Отличная шлифовка. Да, это рустовые ковши. Коллекция рустовых ковшей. Батюшки, красота какая. Ковш прометалла здесь имеется. Рента, Тила, то есть вот эти половники это для саунах печей. Потому что если ты вот таким ковшом туда шуранешь, то выскочишь со 100 градусов. Это так. Ну, таким только муравьев поминать, а таких муравьев такими. но вот это мои любимые с точки зрения эргономики. Запарники неизвестные фирмы, которые уже в десятый раз, не буду говорить ВУЦЕН, крутилки, еще клапана. Куда ни суйся, везде ВУЦЕН. Камни здесь разные. Чугун тоже есть. Чугун, мариновый кварцит, нефрит, только хлорид, жидеид, перексенит, чего только нет у нас. Вера. Вера. Безвестная компания. Естественно. По красоте. А кто такую вещь делает красивую? А это у нас столярки? Умеют, могут. Еще раз ему премия, особо, то, что я вообще никогда не видел, это использование древесного дуба в декорировании, а также использование в декорировании электродуги, это электродуга, и простых, самых обычных черных крючочков. Смотрите, какая стильная вещь вышла. Это точно не ваш мастер сделает. Тут рука набитая, тут вот так сделано, а тут вот так сделано. Это очень известная фирма, ее тут достаточно много. Просто, чтобы не проходили мимо. Проплачено гус. Мега мощь, мега охренительная вещь, вот такой нету ни у кого вешалки. Используется банный камень, смотрите, как просверлено и залит сломолой. А здесь кто делает, не знаю, галька называется, в честь жены, наверное. Многие производители, в честь жены, называют свои изделия, но в нашем мире банном, и потом у них все хорошо в течение недели, двух, трех, прямо. Никто не наругивает на охоту, на рыбалку можно ходить. Вещь вообще просто пушечная. Так, еще известная фирма, оригинальная вещь, конструкторского отдела, известная фирма. колдовар. Клево, клево. Посмотрите, из березы и можжевельника часы сделаны. А внутри стоит обычная китайская с батарейкой. Прикольно. Мой любимый подголовник. Самый удобный вообще. Самый удобный подголовник. Эргономичный САВА. Еще 212 выпускает, но у них вот эти пипки, они что-то скрипят. А может и не 212, а банные штучки, в общем короче САВА вот этот оригинальный он более эргономичен. Да. Самый классный подарок банит. Что? Что? Это же подголовник из можжевельника, ты лежишь на нем и дышишь можжевельником. Все верно. Эргономичный нет. не эргономичный стационарный. Есть еще эргономичный, а это который прогибался. Это ваши мастера, это им премиум. Да, да, ладно. Не нам. Не в коем. Нет, вам, но им. Батюшки. Я даже не знаю, кто же делает такое огромное количество нет. Я знаю, кто делает. Блэкбаки еще делают. На этом Лутсон в огромном количестве лежит. Топор. Не знаю, кто полку делал. Ну, знаю, конечно, и вы знаете. Ну, чаша хотя бы не Лутсон морская значит, тила, тила, там светильники, здесь использовано то, что в бане больше всего люблю я, это липа с лыком отделка, дает вкус очень приятный, липа с корой, на потолке окоренная, все чисто классика русской бани, включая и второе дыхание, но ведь ВВД или это самая известная компания. Лутсон. Все верно. Но это дорого-богато. Это прошу заметить, не печь, это только облицовка под печь от Тульки. Дорого, богато. Все верно. Ну и везде вот ценники на пластике надо только цены менять и все. А так все по красоте. Ух ты, первый пар. Вау. Был я там, умеют, там могут, красота. В одном городе находимся. Да. Раз, два, три. Трехпитерная дверь. Ну и теперь наконец-то мы перейдем к тому, в чем я разбираю все в банке печаль. первое место, которое мы видим, кстати, вот он вход, тут их два, раз-два, это печи ферингера в самой, что ни на есть, дорогущей облицовке и в облицовке не самый дорогой. Ты хочешь сказать, что... Ну вообще, слушай, наоборот, это бучердированный жидит, он там стоит... ну нахрен! Да, он стоит... А я думал, таркохлорид. Комплект, в общем, самой печки с экономайзером в районе 350. Тогда беру свои слова назад. Я-то дурья башка, пляшивый мой череп... У них же много новинок появилось по облицовке. Бучердированный жидит, там, еще какой-то Рослеванто. Рослеванто это... Или у них было же. То есть, вот это дороже, чем вот это? Жидит бучердированный, да? У нас была уже одна печка, заказчик ее забрал, ему понравилось. Ну, я думал, изначально, что это вот это вот. А, змеевик. Нет, нет, нет. Какой-то... Ну-ка. Вот потрогай, он такой фактурненький. Богато. Ну, слушайте, у богатых свои причуды. Все верно. А вот это что тогда? А, это Рослеванто, по-моему, рамор какой-то. Нет, какой камень вы поставляли лес в Казани. А ведь он блестит аж. А это бучердированный не блестит. Бучердированный жидит, вот этот вот. А это просто жидит, не бучердированный. Савва. Утсон хотел сказать. Нет, еще не Утсон. Колобок. Еще до этого Утсон не дотянулись. Ну, хотя бы вот он. Главное, чтобы до клапка не дотянулись. Ливень. Это Изи Стим. Еще Ливень. Это Ноу Нейм. Это для меня Ноу Нейм на самом деле есть. Это Бентут. Еще Бентут. Еще Бентут. Бентут. Грилд. Изи Стим. Эверест. Давайте мы на стены вот на эти внимание обращать не будем. Просто покажу, что на стенах вот здесь используются максимально возможные варианты камня. А вот на этих стенах лежат разные изделия вот из можжевельниковых спилов, которые наверняка делают здесь в лес Казани. Больше всего из того, что мною увижуно, увидено, конечно, вот эта пушка, вот эта самая мотная вещь, когда используются косты можжевелого спила. а теперь пойдем по ряду печей, посмотрим, какими печами здесь промышляют. Первое, это печь TMF, но, к сожалению, ее не нарядили камнями. обязательно ее нарядить, потому что так непонятно, что это. А когда ты нарядил в белый кварц, вообще она очень классно смотрится. Когда банифест был летом, я приехал, смотрю, вот эта печка, массивный заряд камней, минимум вообще металла, который его как раз и облицовывает. И закрытая каменка еще. Знаменитая. Да. И причем у нее объем там достаточно хороший, в районе 30 килограмм. Классика. Это у нас Авангард. Авангард или Искандер, чтобы ты выбрал? Авангард естественно. А я бы Искандером дешевле. А, чисто из-за этого атмосфера. Атмосфера, всеми любимая атмосфера. Да, красота. Наконец-то начала она появляться на рынке, был дефицит ее, но сейчас есть в наличии шоу облицовки, что в сетке, поэтому уточняйте. Регион мусульманский Казань, поэтому здесь печка арабская ночь, эволюция тепла. Красиво из стали, а это из чугуна, еще один технологит. Да, это уже Искандер. Это то, что подешевле, но бюджетная версия. Еще один ферингер. Вот это как раз таки уже только говорит. облицовочек. В модном сером цвете? А что рядом стоят за изделием? Это сланец, который используется для облицовки зоны печи. Массивные слэбы, если человеку не хочется, например, плитку использовать, либо рваный камень. Массивный вариант зоны печи ограждения. По красоте. Вот. Еще одна атмосфера. Уже в облицовке змеевика наконец-то они у нас в наличии. А дальше мы идем. Еще один ферингер. Окаменевшее дерево змеевик. А дальше нас встречает Грилд. Грилд. Комета Вега. В облицовке. Да. Стоит она у нас красуется. Ждет своего покупателя. И рядом с ней атмосфера в облицовке камня только хворит квадратной формы. Тоже ждет покупателя. Да. Как ты думаешь что это? Это сделано так. Кусочки соли кладутся на верстак, зажимаются в тиски, потом рейка и здесь светодиода обычная вот такие не лента или лента. Боюсь тебя огорчить. Уже вначале это не соль. Как не соль? не соль. как? Нет. Это белый мрамор. Выглядит полноценно как розовая гималайская соль. Но очень многие путают кстати. Но вот ее можно применять для облицовки зоны печи. Пожар безопасно не тает и при этом есть визуальный эффект розовая гималайская лицо очень здорово. Мы будем показывать эту надпись? Покажем. Кто естественно Вудсон? Единственное что я не нашел в магазине у тебя это две двух вещей. Термозащиту и дымохода. Есть у вас термозащита? Термозащита есть, но мы ее комплектуем. Представить так не можем. и дымоходы тоже. Чьими дымоходами банчите? До этого мы продавали грифт, но соответственно грифт перестал поставить. А сейчас мы продаем типов и сухов. Блэк или трехконтурный? Трехконтурный и то вообще у нас есть ассортимент большой по дымоходам типов и сухов еще меня подводят у нас сейчас тебе скажу я забыл название как упаковка выглядит белая ты мне лучше скажи я тебе скажу да все верно для тех кому подороже тиск для тех кто более экономный стальмастер да ну пойдем зайдем давай скорее заканчивать ролик ну собственно говоря и начинали есть что еще поведать что еще поведать просто какие услуги вы оказываете помимо дерева помимо продажи материала у нас есть внутренняя отделка бани саун комната отдыха помывочной зоны строительство под ключ то есть есть у вас например помещение которое нужно поднять с нуля этим мы занимаемся каркасное дымостроение модульные бани есть в нашем цеху производим скажите про модульные бани это отдельное направление да под каким брендом лес казань отдельный сайт казань форест точка рук там есть все проекты реализованы интересно а хамам ставить какие нет до хамам у нас пока руки не дошли ну последний вопрос себе бы какую банную печь поставил самое интересное я бы поставил комбинацию печи если честно у меня по-любому поставил сангенс и по-любому да нет нет я бы у меня была бы и электрическая и дровяная печь но ни в коем случае не газовая вообще это прям сто процентов а какая дровяная о сложный выбор вообще нет простой ты точно знаешь очень сложный ну смотри бывает у меня ты выбираешь сколько денег тебе кто заплатит астегу перулак отвечаешь нет это не так работает смотри у меня бывает настроение когда охота мягкий пар такой не очень температурный я естественно выберу ферингер мягкий пар а если я хочу пожарче прям охота так банны настроение большой компании то естественно атмосфера ну что тогда удачно тебе продаж все ссылки снизу по всей России торгуют то есть не надо в Казань приезжать специально чтобы поручиваться можно просто зайти на сайт или позвонить по телефону офигительный магазин повторю все монтажники России знают его и постоянно здесь затариваются по телефону по телефону